Всем привет! Начинаем мы наше знакомство, путешествие такое небольшое по бренду Fragrance de Bois. Достаточно давно я присматривалась к этому бренду. У них очень хорошие отзывы, потрясающие работы. На самом деле, если вы там отзывы почитаете, хотя их не так много, и лично я с чем сталкивалась, то есть работы выше всяких похвал, прям высший пилотаж. Потрясающие материалы, очень хорошая сборка, ну в общем, все на высоте. И знакомство я хочу начать с этим брендом, с их превосходного Сантала. Аромат у нас называется Сантель Компли. Сантель Компли – это для меня какой-то эликсир блаженства и наслаждения. Вы знаете, сразу скажу, что аромат превосходно садится вообще в любое время года. Такой универсальный. Знаете, большая редкость для аромата, что он потрясающе раскрывается в любой погоде. То есть мы обычно носим либо в прохладе ароматы, либо наоборот в тепле и выбираем для него лучший сезон. Вот этот Сантал, он превосходно раскрывается как в тепле, так и в прохладе. Вообще в нем достаточно много ноток, которые у нас ассоциируются, знаете, с летними ароматами. Но поразительно то, что они идеально гармонично раскрываются в прохладную погоду. Вы знаете, такой один взмах руки, и парфюм будто бы оживает. Он пробуждает вот некие воспоминания о моментах блаженства, которые мы испытываем, находясь на отдыхе в теплых странах. Знаете, очень атмосферный аромат. Мне кажется, вот осенью и зимой, вот зимой будет холодно, осенью будет промозглая погода, когда можно будет уткнуться вот в руку, да, вот с этим ароматом и просто унестись вот куда-то вот подальше вообще от вот этой отвратительной погоды, которая, к сожалению, к огромному нас всех ждет в ближайшее время, да, и просто наслаждаться. Итак, вообще про что у нас аромат? Он стартует с такого сладковато-сливочного, бесконечно такого манящего аромата экзотического кокоса. Я сразу говорю, что я не очень большой любитель кокоса. Вернее, как я всегда говорю, каждая нотка, нотки рознь, да, и кокос, даже если вы не любите, можно найти. Я вот не люблю кокос, когда, знаете, в нем чувствуется вот отдушка сред для загара. Вот это не мой кокос, но есть ароматы с кокосом, которые я ношу с огромнейшим удовольствием. И так кокос, он другой, да. Если интересно, потом напишу в комментариях, какой кокос вообще мне нравится и что я люблю носить, да, несмотря на мою нелюбовь и не совсем дружбу с кокосом. Итак, вот этот вот манящий экзотический кокос, это у нас старт, и солнечные лимонные нотки. Вы знаете, цитрусов здесь не очень много, они присутствуют, они немножечко освежают. И я вот не зря назвала лимонные нотки солнечными, они действительно всего лишь здесь для того, чтобы подчеркнуть солнечность самого аромата, да. И вот вместе вот этот дуэт кокоса и очень тонкого лимонного привкуса, да, вот он уносит мысли прочь, о чем я в самом начале говорила, вот от этих рабочих будней. Вот заставляет закрыть глаза и предаться вот этим воспоминаниям о каком-то вот безоблачном отдыхе. В общем, там хорошо, и там не хватает только нас. Дальше у нас выходит на сцену бархатистая пудровость фиалки, и она соприкасается с молочной нежностью санталовой древесиной. И вот все вот вместе нас погружает в такое белое воздушное облако. Какие вот впечатления создаются? Как будто бы ты попадаешь в такой абсолютно роскошный кокон молочно-пудровой светлой древесины, которая пропитана каплями дурманящего кокосового рома из коктейля пинаколада, который так приятно потягивать, находясь там на отдыхе. Вот ром у нас здесь кокосовый, и вот тот кокос, о котором я в самом начале говорила, не уходит в пляжные вот эти вот крема, а вот уходит именно в алкоголь, в коктейль пинаколада, чтобы можно было представить, о чем я говорю. Благодаря сливочным штрихам ванили, которая здесь у нас присутствует, вот этот кокон, о котором я рассказываю, он приобретает такую кремовую структуру. Конечно же, покоряет просто мягкостью вот этого звучания. И амбра. Амбра тоже очень тонкая, изящно вот здесь представлена. Она нам вот рассказывает о чувственности. Она, вернее, придает еще больше чувственности без того такому нежному, чувственному аромату. Усиливает будто бы вот это ощущение неги, удовольствия и блаженства. Вы знаете, прекрасная работа, замечательная сборка, отличные компоненты, то есть вот выше всяких похвал. При всей аккуратности своего звучания, вот знаете, аромат звучит все равно довольно-таки ярко. То есть особенно первые пару-тройку часов, вот я его очень хорошо ощущаю. Потом он немножечко смягчается, обороты свои сбавляет, но со стойкостью проблем нет. Хотя помним, да, что стойкость и то, насколько ярко мы ощущаем те или иные ноты или вообще композицию в целом, это всегда очень индивидуально, да, то есть только вы можете попробовать составить свое мнение о стойкости и о том, насколько ярко вы чувствуете аромат. Но я вот про себя, да, то есть первые 2-3 часа я ощущаю его ярко, но вы знаете, поразительно, что при этом он очень комфортен и не назойлив, да. А потом вот он уходит в такое достаточно изящное, тонкое звучание. Оно присутствует еще достаточно долгое время, то есть это про стойкость, да, вот на мне. И шлейф у него будет такой очень утонченный, да. Идеально подойдет для работы, идеально подойдет для осени. О том, чем я говорила с самого начала, да, и в зиму он будет прекрасен. Поэтому пробуйте. Я думаю, что если вы ищете какой-то красивый сандал, то вы останетесь довольны. Всем отличного настроения. Пока-пока.